Начинаю серию психологических видеоэтюдов про арт-рынок, на который я все-таки вернулся. В этом году я рисую платные рисунки Шаржа. В общем-то, уже перестал играть в эти игры. Ну, так сказать, вернул. 30 лет ровно назад впервые я вышел на набережную Ангары и рисовал портреты. Первый, да. Этого истории зафиксировано. С тех пор многое изменилось. Мыслей очень много, опыта очень много. Цитат очень много, размышлений. Вот сегодня близкий пример. Я сижу, ну, наверное, сижу уже почти час. Ко мне практически никто не подходит. Ну, у меня есть вот моя реклама. Я думаю, то ли она у меня очень хорошая, то ли еще какая-то. Но люди просто практически не подходят. Ну, подошли два человека сегодня. Спросили, сколько. Я уже понимаю, что цифры здесь практически ничего не значат. Я говорю, от ста до пятисот. Люди поворачиваются и уходят. Мне непонятно, что там. От ста до пятисот. Ну, в смысле, почему их не устраивает ни сто, ни пятьсот? В основном, конечно, просто спросить. А это чисто психологически, так сказать, приобщиться к искусству. И пойти дальше. Вроде как поинтересовался. Ну, и практически тоже мало человек. А теперь вот про феномен. Там вот за мной, за спиной, старейшина иркутского вот этого Арбата нашего, условно так говоря, Кеша. Я, к сожалению, не помню его фамилию. Сейчас подойдем, я вспомню. Уникальнейший художник. Он почти те же самые 30 лет выходит вот на улицу. Вид он у него вот такой вот интересный. Рекламу у него сейчас покажем. Что характерно, что характерно. Вот, вот уже к нему, видите, садятся. Он не бывает без, так сказать, клиентов. Никогда. У него очередь. У него постоянно, так сказать, рисуются. Я сижу рядом, ко мне вообще даже не подходит. Это феномен. При этом, я говорю это практически без зависти. Дело в том, что Кеша, я его считаю настоящим художником. Вот и именно настоящим, в отличие от многих, кто рисует на улице, которые делают какие-то вообще такие гипсоподобные маски, фотоподобные маски серые. Он тоже рисует очень шаблонные портреты. О сходстве там говорить не приходится почти. Ну, он улавливает какие-то там черты, но очень-очень общие, да? О мастерстве там говорить, о таком рисовальном великом не приходится. Он типичный представитель наивного искусства. Наивного – это не значит плохо. Наивное искусство, оно гораздо лучше, чем плохое ремесленное. Потому что вот недоучки из училища, которые приходят сюда и притаскивают на улицу свои вот эти вот как бы недоученные гипсовые головы, которые они пытаются здесь строить по всем академическим правилам, как бы рисовать. И получаются очень сухие работы. У Кеши работы интересные, забавные, веселые, что характерно не похожие, но люди у него берут, люди у него стоят в очереди, людям почему-то это нравится. Цены у него, ну, не сказать, что совсем маленькие, хотя невеликие. Обычно он ставит маленькую цену и садится где-нибудь в сторонке. Сейчас вот у него там стоит цена, по-моему, от 200 до 350 рублей. Так что я даже пытаюсь говорить от 100 рублей, тем самым невольно составляя ему конкуренцию. Ну, бесполезно. Я ему не конкурент. У него постоянно сидят толпы людей, он их постоянно рисует. Сейчас мы тихонечко подойдем, посмотрим, да. Ко мне вообще не подходит. Феномен. Я его считаю настоящим художником, повторяю, настоящим, потому что он искренне это делает. Он не делает фотографию. Люди, в общем-то, это видят, и все равно им почему-то это интересно. С точки зрения вот моей, да, как бы профессионала, конечно, его работы очень странные. Чем он привлекает людей? Ну, видимо, какой-то своей простотой и искренностью. А я, в свою очередь, видимо, сижу вот тут такой вот суперкрутой, супер-пупер с красивыми там почти классическими портретами с какими-то умными-заумными. И людям непонятно вообще, чем я занимаюсь. А там понятно. Вот пойдемте потихонечку подойдем, посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Ну, вот, я сегодня все-таки два портрета нарисовал. То есть не зря сходил. Но наш феномен Иннокентий, он без работы не сидел. Вот такие дела. Это чудо. Я это говорю без зависти, без хитства. И меня это действительно поражает. Ну, пойдем еще посмотрим, что же он там у нас рисует. Как мне так научиться рисовать, Кеша? У тебя отбоя нету. Да, дружеский шарф. Дружеский шарф. Наверное, они у меня все злые получаются, а у тебя добрые. Да, улыбки тоже разные. Нет, я с улыбками рисую, но... Потому что без улыбки не решаешь, они не берут. Что получается? Смешная. Ну, так договаривались. Так и договаривались. Так мама хочет. Как мама хочет, так и рисую. Если бы мама не захотела с улыбками рисовать, то я серьезно начала. А серьезно рисуешь? Серьезно. По рукам. Ну, серьезно рисую только мужчин. Мужчин. А, ну да. Они любят Сережу. Говорят, а мы... Улыбка не любим. Улыбка без улыбки. Ну да, мужики-то с юмором у них проблемы. Да. Особенно у кавказцев и цыган. Это все бесполезно. Они не любят улыбку. Они только Сережу. Он потом зарыжет тебя, если ты там... Если ты нарисуешь, то чувак перед вами все обидится. Ты что, говорит, на такой нос нарисовал? Слушай, а он сам вот такой все сидит. А ну, а ну. На самом деле такой нос. Да. Я уменьшал, 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 уменьшал. А он натуральный получался. Вот так. Наболитый. Вот она, молодая. Молодая. Спасибо. Всем молодой, тем лучше. Спасибо вам. Счастливо, что уважают юмор. Спасибо вам. Ну, Кеш, расскажи на видео что-нибудь хорошее про себя. Молодцы, юмор уважаются. Кстати, как твоя фамилия, я забыл. Мистер Улыбка. Да это я знаю. Мистер Улыбка, я знаю. Фамилия-то как? Семенов. Простая нормальная фамилия Семенов. Очень, как говорится, известная. Семенов, это академик есть такой. Ну, Семеновых много, да. Да и в Иркутске. Много Семеновых. Ну, в Москве очень много Семеновых. Город Семенов есть, в Подмосковье. И в улице Семеновки, там много Семеновских. Малая Семеновская, большая Семеновская. И атаман был Семенов в Москве, который контрреволюционер, да? Атаман Семенов был, как говорится, ну, тоже как. Ну, что поделаешь, раскатывали нас сами. Это как Иванов. Наше Иркутское художественное училище заканчивало, да? Училище я учился вместе с этими, как говорится, у этого, у Анциферова. У Анцифера учил. О, это когда было? Какие годы? Ну, это было... Так, 67-й год. 67-й? Да. Ну, ты не закончил? Нет, перевелся. Перевелся, потому что Анциферова учил играть на балалайке. Поэтому, как говорится, мы 10 человек ушли от него сразу в 67-м году. Потому что мне понравилось нам обучение. А куда ушел-то? Просто перевелся я, как говорится, в другую училищу, рядом, в Тулуне, где готовят рисование. А учитель, да? Да, учитель рисования черчения. А, в Тулуне? Да, там окончил. Ну, понятно. Потому что я не захотел ему у него учиться. Я все привел. Ну, так а ты из Иркутска? А? Из Иркутска или из Тулуна? Из Иркутска перевелся в Тулуну. Так ты уехал в Тулун, да? А сам-то ты иркутянин? Нет, я, как говорится, из Иркутска, из Иркутска, из Иркутска, из Иркутска, из Иркутска. А потом, после Тулуна, когда закончил, вернулся? Не вернулся. Меня отправили учиться дальше, как говорится, в институт. Ну, потому что я там проявил себя очень хорошо, как говорится, в Тулуне. Меня отправили учиться во Владивостокский институт искусства. Владивостокский? На живопись. А-а-а. На живопись отправили. Там известный институт. Большой. Но все-таки я прошел. Ну, 15 человек на место. Да, ну, у меня подготовили хорошо. Слушай, в это же время, по-моему, там учился мой учитель Свердюков Юра. Вот. Примерно в это время. Как раз где-то в 67-м, 70-м. Но ты такого не помнишь, да? Нет. Ну, ясно. А там, а может быть, я путаю, там же он Владивостокский институт искусства, да? Или там, там и певцы, да? Нет, в Владивостоке институт искусства. Там музыкальное отделение. Да, там музыкальное отделение. Да, да, да. Художественное отделение. Точно, точно, точно. Вот он мне рассказывал про это. Так вы там практически почти одновременно. Да. Ну, что, ты не закончил его? Нет, я заболел. Там влажный климат, там как-то заболел. Пропустил. Мне сказали, академический бюджет. Я не стал брать академический бюджет и ушел вот туда, потому что у меня намечалась любовь большая, женитьба большая, намечалась любовь. Я, как говорится, не хочу учиться, хочу жениться. Вот, как говорится, женился и потом, как говорится, бросил ему этот институт. Ну, потому что не стал, как говорится, ждать год. Мне нужно было, как говорится, экономически год ждать, потом с другой группой учиться. Это очень... Ну, ясно. Ага, кин... А ты, вот, мы вспоминаем, что ровно 30 лет же, как вот мы сейчас, получается, где-то в 98-м вышли, или в 97-м, я вот никак не могу вспомнить, то ли 97-й, то ли 98-й. Да, 98-й год. Мы, как бы, Шипицын, этот, как бы... Ты тоже вот среди первых, да? Мы возле, возле этого, возле, ну, универмага, как бы, вот это, да? Восле Шпиля? Да, Восле универмага, универмага. Это позже было? Нет, в 68-м году. В 98-м? Да, в 68-м году. В 98-м? Че ты там? В 98-м. Собрал своих учеников, сюда вывел, возле этого, возле какой-то универмага. Ну, вот, в центре, ну, вот, напротив, вот, Мурецкого идет, а это универмага. Вот там, как говорится, мы, я посмотрел, они рисуют, я тоже стал, как говорится, туда пошел. Мы с тобой идем рисуем эти рисунки. Ну, Шипицын, как говорится, пригласил, говорит, ты тоже давай, как говорится, рисуй. Ну, я говорю, ну, давайте, давай. Ну, он открыт первый. Ну, а мы-то на набережной начинали. Да, первый открыватель. Там, возле Уридского. А потом я на Уридского вышел. Ну, Шипицын на Уридского не рисовал, а... Сколько у вас портрет стоит? А? Портрет. Что стоит? А? 300. 300? Да. А есть онлайн-банк? А? У вас есть онлайн-банк? Нет, нет. Сейчас тогда сниму. С чем? Под лайн-банк не было у меня в капучке. Да я... Так что я не могу как-то им... Они все предлагают... Надо было, чтобы она мне бы перевела, я бы тебе отдал. А, ну... Так что говори, что есть. На меня перечислят, а я отдам, но... Ну, ладно, Кеш. До свидания. Хорошо. Удачи тебе. Счастливой. Вот я видео снимаю, покажу это самое, и я все время говорю, вот, я тебе скажу, так сказать, в лицо, что я тебя считаю настоящим художником. Знаешь почему? В отличие от очень многих, ты-то рисуешь по-своему, вот, ты это делаешь искренне, да, вот, и поэтому люди это чувствуют. Вот, и вот это, как бы, неправильное мнение, что как на фотографии, как на фотографии, не надо, как на фотографии, они это понимают. Да, я точно так понимаю. И ты вот очень сильно уходишь от фотографии, и это даже хорошо. Я, честно говоря, так бы вот не осмеливался, а нахально так не осмеливаюсь делать, хотя так и надо. Они все говорят, надоедат фотография, потому что везде фотография, только фотография, везде. А мне нужно, как говорится, именно не фотографию, а чувство искреннее, чувство художника, его психологию, его, как говорится, чувство на бумаге. Вот это вот. Ладно, все счастливо. Ну, счастливо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok